Ещё нет, да, всё, поехали смотреть. Напомню, что Best of One ошибки не может быть ни у ProDota, ни у Secret, нужно побеждать. Ну и начнём с представления команд. Начнём с команды, так уж и быть, ProDota, оставлю тебе Secret. ProDota, страна Radiant, Garter на Свене, Магомана на Найтсталкере, Башрук на Оракли, Мастер Майнд на Деспрофит и Микки на Батрайтере. Ну и Team Secret, Пупей, взял себе Акс, уже поставил Вардет. На топе стоит у нас Empire Light Dive в качестве суппорта на Вичдокторе, будет фармить Энви на Кирисларке. Тут Bulba, Offlane, Darkseer, ну и в мите будет стоять Артизи на Инвоке. Так вот, примерно лайнап у нас получается. Ну, обе команды успели такие варцы нужные поставить. Видим, что и ProDota поставил такой хороший вард, даст взор, всё замечательно. Посмотрим, все-таки по линиям, ну, в принципе, Bulba может не бояться, что там будут его прямо с первой минуты убивать, но всё-таки пугает Таранталон. То есть у Bulba стратегия такова, он идёт в лес, он берёт себе левел 3, то есть чтобы был второй Сурш, а даже левел 4, что второй Сурш, второй Энш. После этого идёт на линию и уже там спокойно более-менее фармит. Пупей же стоит в лесу, фармит себе быстрый Блинкдайгер. Попуты ему делаются ещё и стаки на Эншентах. В общем, стараются Секриты фармить драфтом всю карту. Без исключения и мид, и топ, и ботом, и Эншентов, и всех лесных крипов, что, конечно, жадно. Но если соперник не наказывает, то реализует себя на максимум. Ну и комбинация Дарксир-Акс тоже стоит похвал. Наличие Эншела плюс контр-херик со чистым дэмэджем, это очень больно. Да, вот такую стратегию в Секриты вчера уже показывали. Ровно так же они играли. То есть и Акс в лесу стоял, и Дарксир тоже в лесу был. Мы как раз таки упоминали о том, что противник должен за такую наглость наказывать. Но драфты были таковы, что суппорты просто-напросто не могли пойти в чужой лес. Там был Дисраптор и Оракл, если я не ошибаюсь. А в пике у Каманч как раз таки. И они просто не смогли помешать как-либо фармить Аксу и Дарксир. Здесь же ситуация может быть несколько получше, ввиду того, что помимо Оракла есть пики еще и Найт Сталкер. А вот он с четвертой минуты в целом может пытаться помешать и Аксу, и Дарксиру фармить леса. Бегает по покровам ночи, выдает свои поиды, попьет с руки еще под пассивкой. В общем, может у него получиться. Опять же, до этой самой первой ночи нужно еще выформить себе артефактов, какой-то левел. Но судя по его закупу, это будет сделать невероятно сложно. Почему? Потому что взял себе сапог. Не Арон Талон. Довольно опасный, конечно, билд получился. Да, как понятно, это будет очень агрессивная линия от команды Продота. Фатрайдер, Сталкер будут идти в атаку, будут максимально гонять Энви. И Энви будет не так уж и просто. Но вот пока что Пупей на топе, он в лес не смещается. На левел 1 берет себя Ваттлхангер. Оставляет лес просто для Бульба. И Бульба себя быстренько пытается взять левел 3-4. И у него все получится, учитывая, что пока полный фрифарм, стаки себе делают. И фарм не выпускает ни на секунду. По другим линиям, на центре, это Death Profit против Инвокера. И легкая линия, фармящая Свен без каких лиц на данный момент. Да, почти все атактир потянется, будет раскидывать Айншелл. Но к этому времени Сен уже будет несколько поплотнее. И побыстрее сможет крипов убивать тех, на которых будет висеть тут сам Айншелл. Ну и самая интересная часть, конечно же, это верхняя линия на данный момент. Потому что здесь целых 5 персонажей от обеих команд. И здесь, возможно, будут какие-то драки начальные, стычки. Но пока мы видим, что разве что суппорты у Сикрет пытаются как-то отогнать Петрайдера и Найт Сталкера. Получается, пока так себе. То Майки не парится, разокидывает свои стики на палм. Есть у него сапог. Найт Сталкера не забавит тоже сапог. Поэтому они довольно быстрые. Ну и перехватить как-то их, помешать им фармить. Ну и здесь просто тяжело. Поэтому они как минимум экспириенс свои будут получать. А вот Каски пошли. Может быть сейчас купе и поджог. Каски не плохие. Отпалкиваются снова Петрайдера. Есть Паунц. Майки страдает. Дарфак. Хорошие Каски, конечно, и Паунц, который отпускает Бетрайдера, это, конечно, решает. Есть у тебя сапог, нет у тебя сапога, это не важно абсолютно. Если тебя вот таким вот образом зацепили, подвязали. Я думаю, плюс-минус идея Бетрайдера взять себе левел 2 и просто можно уходить в леса. То есть оставляешь лениру Сталкера, он тут получает опыт. Раз вам не получается гнобить, ты идешь фармить на Бетрайдере леса, быстренько делаешь стаки и фармишь не хуже, чем тот же самый Дарксир. Ну вот левел 2 наконец-таки появится. Посмотрим. Потому что вот эта дабла пока она очень слабо выглядит. Хотя начало, как раз, перспектива есть, но Акс, Акс очень сильно помешал. Да, Акс, конечно, это неприятная тема. Но вообще, конечно, видели про доту, что Акс стоит на линии, он же никуда туда не уходил. Можно было поаккуратнее сыграть. Но все же допустили такую маленькую неосторожность и погибли. Сейчас тоже опять аккуратно играет Майки. Очень хочет забирать, конечно, крипов он здесь, но получает каст. Протмолитик там не попали, кстати говоря. Но есть Агр, и крипы все бьют, Паттлхангер работает, и Майки здесь погибли. Как-то опять, просто на ровном месте, то есть Акс сейчас был непосредственно наказан за жадность. Ну да. Почему ради он побежал туда, под крипов? Понятно. Понятно, почему побежал. Но вопрос, насколько он свои шансы оценивал трезво, учитывая, что это Акс, у которого, возможно, имеется Агр. А Пупея очень верно сделал, он не прокачивал ни Агр, он не прокачивал Контер-Хеликс. Он просто выжидал и ждал, в каком моменте, что понадобится. Прокачал Агр, когда он понадобился, дал его в Батрайдер и сделал фраг Батрайдер. После этого, да, понимает, левел 2 есть, и просто можно идти и фармить Леса, все верно, оставлять Сталкер на линии. Пусть он получает опыт для Сталкера, как мы понимаем, лучше получить первую ночь хотя бы левел 3, а то и 4 было бы неплохо. И после этого уже начнутся какие-то передвижения. Единственный плюс, что все очень хорошо на центре, в принципе, у Дес Профит, потому что она и Нокера перефармливает, и на легкой линии у Свена также Крипстат топовый 25 на 2. Да. Ну, вообще, что хочется сказать? Хочется сказать о том, что Найт Сталкер, важно, чтобы он Сайленд себе взял. Потому что у нас вчера был довольно печальный такой опыт просмотра за одним Найт Сталкером, который Сайленд себе не брал и пытался гангать. Получалось так себе. А здесь вот третий уровень сейчас поднимет, короче, товарищ Макома, и очень интересно будет посмотреть, что же он качает. Ну, то есть пока на третьем уровне еще там простительно брать себе воид, но в случае, если ты не будешь гангать, а будешь получать себе левел 4 и посредственно потом качать фир. Ну, поглядим. Поглядим, действительно, оставили его на сложной линии, он здесь будет стоять в соус, естественно, весь экспириенс будет забирать, если не погибнет. Да, ребят, там уже стартовал матч Дениш Бирса и Полярити. К сожалению, наша трансляция пока недоступна для просмотра. Второй канал все еще пытаются у нас коллеги поднять. Как только канал поднимется, мы обязательно сообщим, потому что матч очень важный, очень интересный. Две довольно сильные команды все-таки встречаются друг с другом в одной восьмой и нужно будет поглядеть. Но пока никак. Ну, а третий канал, кстати говоря, работает, и теперь там уже начинают играть против команды ЛОДА. Хорошее название, прям, говорящее само за себя, просто название команды ЛОДА, большими буквами. Главное, чтобы у нас на этой карте не было никаких проблем с долгими паузами, потому что вчера все было более-менее гладко, и тут паузы не очень бы хотелись. Музыкальные тоже, конечно, не вариант, но и вот такие вот игровые. Надеюсь, все-таки все у Гартера наладится, и мы продолжим смотреть. Потому что вчера проблемы с ДОСом, я напомню, были, ОБЗЗ. Команда Фантастика Пайв по этой причине, собственно, турниры покинула. Да, есть такой вот печальный опыт у нас даже на этой квалификации. Но Гартер возвращается. Все замечательно, надеемся, что он не будет так тропаться. Если будет тропаться, то будет возвращаться сразу. Что, 2-0, начинают секреты хорошо. В целом, никто их ни за что тут не наказывал. Точнее, они сами наказывали за дабл-линию на топе. Акс, в принципе, старт неплохой имеет. Вот, единственное, что ему нужно, конечно, взять левел 3-й. Все же, без контр-хеликсов армить леса, ну, практически невозможно. Какую возможность ему сейчас подарит, а левел 3-й типа и получает. Интересно, что-то неужели не будет качать контр-хеликс? Просто я подумал о том, что если он не собирается вообще уходить в леса, он мог прокачать хангер и просто-напросто надоедать найт-сталкеру. Прогнать его куда-нибудь далеко под Тир-2. Более дефолтное решение, контр-хеликс и, конечно же, уход в лес. Так будет проще. Наступает первая ночь, имеется сайленс у сталкера. Также выход вниз на Бульбу, но нет, выходить не будут. Просто подходит Оракл, напугал Бульбу, его прогнал прочь. Есть, кстати, у Свена Харма Файнвилл. Посмотрим, будет ли это армлет, либо все-таки какой-то выход стандартный. Добрый доминатор, с помощью которого можно стакать. Это реально рабочий вариант. Ну, опять, посмотрим. Потому что мы многое говорили о том, что масочка для Свена это уникальная штука. Тайфайте очень круто отжираешься. Да и в целом, доминатор тебе немало дает на этапе early game'а. Но вот Миракл, который вел моду на покупку не доминатором лета, после него, в общем, все и стали покупать именно армлет, а не доминатор. И зря. Надеюсь, Гартер покажет именно игру через ранние стаки. Ну, посмотрим. Тот и другой вариант имеют право на существование. Тут уже зависит, конечно, от геймплея, от того, что хотят придумать с этим Свеном про дота, фармить больше или все-таки больше ходить поубивать в начальном этапе. Ну, опция остается до сих пор у Свена открытой, потому что денег еще не хватает элементарно ни на армлет, ни на доминатор. Посмотрел на Night Stalker, он действительно вкачал себя на третьем уровне Creeping Fear. Тут же взял себе левел четвертый, второй вводит. Все замечательно. Этот Night Stalker уже готов гангать. Вопрос только, будет ли он этим заниматься. Это же не маловажно, потому что мало получить левел, нужно еще и своего героя реализовать. Только куда ты уйдешь? Ты сейчас прикреплен к сложной линии, если только ты отсюда уходишь, сразу же будет информация. Вот, например, сейчас он ушел вниз. Загангать. Ну и Пульба, по идее, должен быть в курсе. Там еще и команда подтягивается. Пупей-то под смаками, между прочим, может быть, интересная схватка подключиться. Атака пошла на Dark Seer. Подвязали, есть Танк Гартера, он под Эншелом. Саленс, Пульба разворачивается в сторону Акса. Приходит Пупей, немного запоздал. Конечно, Dark Seer уже убили, но в ответ могут забрать Оракла. Оракл падает, Пупей пробивает. О, ну а второй раз подряд уже Полайдай мажет своим Маледиктом, не знаю, с чем это связано. Ну и драка на этом, я так понимаю, закончится. Отличный развен для ПД. Один в один, но Оракла на Dark Seer, у Dark Seer все по фармам было идеально. 32 крипа, это третий крипа на карте. Полайдай также подставляется. Что-то мне пока игра Полайдай вообще не нравится. То подставляется, то Маледикты мимо. И Полайдай на себя не похож. Будто его заменили на эту карту. Это, вы не знаем, младший брат или сестра. Ну, пока начало от саппорта не самое лучшее. На центр есть выход от Пупея, ставится вард, но дальше, видимо, не хотят идти, хотя у инвокера имеется. Про каст Торнадо плюс колд снэп, возможно, и попытаются. Властенька так-то, конечно, под Деспрофит лезть, под тавр. Знаем мы случаи, когда он разворачивается, кидает двор спирит сифона и потом внезапно делает таблкил. И варианты очень часто происходят. Поэтому как-то вот и не решился пока Пупей нападать. У него всего лишь левел четвертый был на тот момент. Сейчас взял себе пятый, третий контр-хеликс. Ну и как-то Пупей вообще забил на тему фарма, стака в лесу. Он у нас активный акс. Активных акс это тоже хорошая тема. Бегает, вот так резвится. Пытается партативнику жизни испортить. При одном условии он хорош, если он убивает. Если он убивает, то как это реально мешает. Пока что 1-0-2. Да, неплохо, но этого недостаточно, потому что... Ну, по сути, кору команды ФД, первая позиция формят. Пошли каски на Гартера. Гартер нажимает варкрай. Этого вполне пока что хватает. Есть агр на оракла. Оракл очень много гидэмэджа. Оракл минус. Танат Свена. Свен выждем отсюда просто убежать. Пупей получает сурж. Но агр нет. Тиккейс, но опять же все в кулдауне. Размен 1-0. А возможно это не конец. Слушай, Пупей вместе с Энви пытается зайти уже и за башню. И просто отсюда Гартера вместе с Магомой прогоняют прочь. И, видимо, башня будет падать. Ну вот, получается сделать и киллы. Получается, от зони с противника суппорты страдают. Единственное, что более-менее отфармивает у Продота, это вот Свен. Остальное немного погребство с просили. На артисте теперь не атака пошла. Здесь получают Саленс, неприятный крипспорм. Отличный выход от Найт Сталкера. И Магома на Найт Сталкере разъезжает налево-направо. Три фрага уже имеет. Это серия убийств, касавчик Найт Сталкер. Пока грамотно делает. Немного подопустили из виду. Ну, конечно, это довольно опасно, потому что Найт Сталкер имеет возможность выйти в ранний аганим, потом купить себе кемп и уже нормально дезинфицируешь в том, что будет нехватка вижена постоянно ночью. Да и Саленсы будут постоянно мочить. В общем, определенные трудности с Найт Сталкером могут возникнуть. Так что пытать его из виду нельзя. Секреты должны обязательно прокликать, что имеется у Свена Доминатора. Да, Бульбу дают информацию. Типа, давайте-ка, ребята, идите, проверьте стаки Эншентов, поставьте в Сентре, либо Опс Вард, заблочите, либо дайте хотя бы инфу, иначе будет беда. На топе Курьер сбивает, улетел, да, уходит на 83 хп, убить его Мастер Майт не сумел. Так что вот, да, надо идти Секретом вот это вот все контролировать, иначе Свен там пармит очень много денег буквально за секунд 30. Это да, но вообще, конечно, вот именно блок спаунов на Эншентах или на Нейтралах, вообще Вижен, это очень важное при игре, как раз таки против Свена и против Найт Сталкера, этим должны будут оплотно заниматься Секрет. Но в целом, пока как ставят варды по пей, мне нравится. Варды хорошие, на выходы из-под товаров, так вот, чтобы противник незаметно не пробегал. Пока этого достаточно, вот единственное, что одного вардак подметил на Эншентах не хватает. Так, что нам сегодня неплохо. Очередной смок прикупается, и Акс готов вновь идти в бой. Так что только нужно 3 геннц, уже появляется левел 6, появляется ультимейт. Круто. Коль бы теперь доверили вообще топ-линию, покупается перкин. А что, и будет, как я понимаю, какой-то экшен. Вообще, конечно, и в Артизе тоже такой интересный скилл-билд, то есть он инвокер больше герой поддержки в таком варианте. Мало фармит, больше должен действовать. Страт, геймп, это штука хорошая, хорошая она на начальном этапе. Может быть, сейчас что-то получится, стягивается сюда. Бей, рядышком находится и пайл-айдай. Бейте каски, есть первый мальтик, первый пункт у ресторейшн. Вот тут забегать. Видимо, была попытка как раз-таки поймать Свена, может быть, на фарме стаков. Пришли, поставили варнец. В общем-то знает об этом прекрасный урок. Нет, они правда центрии, но в будущем поймут, что. Спаун заблочили и просто это разобьет. Камни так уж и много. Получается тут их. И, если он начинает подфармивать на центре, врыб есть на мастер-майнда, но, опять же, этого прокаста не хватает. Слишком много хп у ДП, да и плюс ко всему стики. Так что никак не убейте. И гартер все стаки просто взял и подфармил. Ну, кому бы и нет. Да, всего два спауна было, конечно, не так много денег, но тем не менее. ГТС, правда, пришлось прожать. Ну, какой-то такой фарм определенный он получил. Все же намного проще здесь фармить крипов, получать деньги, нежели на нижней линии, потому что там уже вовсю орудует твич-докторы всякие, бегают еще и сларки, то есть там новости не. А вот нейтралов бить, дело более безопасное. Есть ПТ, когда был восьмой. Атака на мастер-майнда, кстати говоря, проблем могут быть, но успевает юнтс перед сифон. Пока есть перед сифон, конечно, пробить мастер-майнда здесь просто не получится. Получно отрегенился, прогнал инвокера, все окей. Ну что ж, у нас с вами прошло первых 11 минут игры, неполных, правда. Но, тем не менее, 3000 преимущества есть у Team Secret по экспириенсу 500. Не провальное супер-начало от ProDota. Играть можно, все еще в порядке. Да, пока все очень неплохо складывается. По нетворцам я смотрю, что с вами идет второй. Но вот Бульба третий. Да, Бульба все же отпустили, хоть и убили в один раз, но фарм ему дают. Леса он фармит, на линии он более-менее фармит. 71 крип за 11 минут для Дарксира. Это очень много. Возможно, ПД скоро будет действовать. Ну, при наступлении, например, второй ночи наступает искусственная ночь от Магомы. Есть Смоук, и Магома выдвигается в чужие леса. Правда, там особо никого не найдет. Также появляются Ботрайдера и Блинк. Сейчас купит себе Микки Смоук. И вместе с тиммейтами, возможно, попытается выйти на топ-линию. Там, опять же, имеется и башня побитая, и Дарксир до породы времени также был, но он улетел успешно на базу. Бегает пока Магома, но бегает под Вардом чужим, несмотря на то, что Даркнесс поражал. Да, и казалось бы, обзор у Варта стал немного поменьше. Тем не менее, его было прекрасно видно, и Смоук пока он не юзает. Вот, может быть, сейчас, как-то вот, скооперировавшись вместе с Ботрайдером, получится что-либо сделать. Но и тут Вард стоит. Вижена пока у Team Secret хватает. И Смоук поражали, но такое ощущение, что под Вардом. Ну и Энви сейчас может просто-напросто всё спалить. Да, он Смоук спалил, вот так пробегает под Шадоублейдом, могут попытаться, так понимаю, его накрыть. А средств обнаружения нет. Ну, вот так вот, да, Шадоублейд уже есть у Энви, а доскоп-то не купили, ребята, из-подот. В итоге Смоук провален. Есть ЕМП, есть Ветра, Гартера, отсюда прогоняют. И, возможно, Секреты сейчас будут файт сами навязывать, учитывая, что Энви готов. Энви с Лотаром. Подсмотрим, очень интересно. Энви уход в Энви, ставится сентри от команды ПД, если что, Энви спалят. Пупей. Блинка нет, прорваться было крайне трудно. И просто Мастермайн нажимает свой ультимейт, заходит на башню. Опять же, будут ли Секреты принимать файт, либо просто отсюда убегут прочь. Довольно интересно, есть телепорт от Вич-доктора, воевать хотят. Но башня падает, а только задоняет от инвокера не получилось. Ну и просто такой вот получается недофайт, где ПД забирает башню. Секреты вроде как-то пытались подефить, но не вышло. Тяжело, тяжело дефить, когда у Пупей еще нет Блинк-Тагера, а ему так не так много и осталось. Сейчас был просто идеальный момент, в случае, если у него был бы Блинк. Там сконцентрировалось огромное количество персонажей, про Дота, били Тавр, все так напряженно, активно. Если Пупей-то зашел, может быть что-то и получилось. Но Блинка нет, и, соответственно, врыва никакого нет. Тавр просто отдали, ну и, видимо, как-то ответы сами что-то будут тоже забирать. Да, в то время как Продота пошла на топ забирать Тир-1 Тавр, сразу же Секреты активизировались и будут забирать Тир-1 по центральному коридору. Включая фактически тем же. Кошки-мышки, такая игра у нас получается. Осторожная. Скажем так, пока за вот эти вот 13 минут нет. Чувствую, что команда Секреты выглядит намного сильнее. Там, имеются какие-то явные париэты, мы на голову выше своего оппонента. Да нет, пока не так. Но вот на топе возможен первый полноценный пайп. У СВ на нет ультимейта, он только его прожал. Так что лучше отойти, потому что пока соперники дойдут, ультимейт уже полностью закончится. И в смоках потихоньку Секреты выдвигается. Как я понимаю, ПД плюс-минус понимает, что к чему имеется у них скана. Скана завязала силы тьмы. Мы спалили игроков команды ПД, выходит Энви самый первый под центрёй. Магом может очень круто сдать. Есть Лассо, есть Сайлент, есть Препан и Плеймс, есть Сан от Свена. Энви погибает. Каски пошли, и Твич Доктор, но без Энви воевать это плёвое дело. В итоге вынужден Артизи убегать. Будем на развороте. Активируется ночь вакуум по одному миге. Всё очень плохо. Подцепить Пупей пытается. Подцепили одного Батрайдера. Батрайдера минус-тайта за зварт. Магома также очень больно. Магома также погибает. Минус-два от команды Секрит. И неужели просто так вот ПД отдают своих тиммейтов? Да, никак не воюют. Хотя я думал, что ПД дадут отпор. Но вот Секриты неожиданно ворвались. И неплохо циницировал Пупей. По итогу размен получается 2 в 1. На самом деле просто потратили Сларк абсолютно всё, что было. То есть я посмотрел на кулдаун, момент замеса. Всё было в откате абсолютно. А плюс ко всему Oracle. Ну да, ультимейтов просто, видимо, не имел. То ли МП не хватало, то ли что. Ну, в общем-то, потратили на Сларк абсолютно всё. А дальше траться уже нечем. Ресурсы закончились. Увидели этот Секрет и благополучно пошли в продолжение боя. Ну, то, что, конечно, Энви пошёл слишком далеко, это было так, немного самонадеянность. До того, что, ну, конечно же, будут ставить центрики, ребята, СПД. На очниках. Миза атака от Энви, как говоря, пошла. Пошёл мстить Гартеру. Пробивает под Шадоу Дэнса. Пульба тоже здесь. Спакум. Гартер в другую сторону убегает. Это было интересно сыгранным. Но тут уже накрывает Артизи. Торнадо и делает так. Да. Ну, слушай, если бы не Артизи, возможно, бы убежал бы. На самом деле, учитывая, что им были стики, но вот Артизи всё испортил. И по Артизи, что не против факта. Там есть барабаны, есть фейсбутс. Будут выходить постепенно Артизи и Мидас. Все верно. Стандартные инвокеры. Мидас покупает абсолютно неважно, там, Квас Вэкс, либо Квас Экзорд. Любая ситуация, Мидас, он хорош именно для получения как можно больше опыта, да, и потом... За счёт этого можно и денег получить много, и Панетворца обогнать абсолютно всех. По экономике, преимущество у Сикрет есть около 4 тысяч по золоту и 5 тысяч по опыту. Небольшое, но всё же оно присутствует, и ПД надо как-то это отыгрывать. Ультимейт, у Дос Профитс, кстати, уже готов. Лассо также есть, так что ПД возможно попытается сейчас исценицировать и как-то повоевать. Ну да, когда кулдауны откатились, у экзорцизма, у ГДСа, у Лассо тоже, конечно, важно. Можно выходить под смоками, можно попытаться иницировать замес какие-то. Но в целом, пока действительно Сикреты захватили инициативу на карте. Поджимают нижнюю линию, поджимают мид, как-то более раскрепощенно действует. Ну и вот сейчас, может быть, Сикреты подставят, он слишком далеко пошёл, получает Лассо. ЕП, правда, не плохое, но помощи в Артизе нет. Ну, слишком далеко заходит. Опять же, игра очень самонадеянная от некоторых орг-героев Сикреты. Не верят в то, что они могут безнаказанно так стоять под Терр 2, раскидывать свои способности, что за это их не накажут. Конечно, накажут. Конечно, поймают и, конечно, убьют. И так будут делать до тех пор, пока Сикреты не начнут играть более аккуратно. Да, из одного Артизе дают 700 золота, 1300 опыта. Это, конечно, очень много. И лучше так не делать, учитывая, что там у Свена уже и Сабли появляется, потом и Блокенбар какой-то, и Блиндайгер, у Дэс Профит появляется, и Юл, и Фейсбудс Маджеквен. Так что ошибаться Сикретом не стоит, учитывая, что ПД очень неплохой тимфайт. Ну и Сикреты по центру прошлись. Понимают, что надо идти вниз. Там противник. Но не факт, что успеют. Очень быстро Мастермайн пушат. Есть еще и Варкрай. Есть и Крипы. Смещаются за спину. Уже Энви. Посмотрите, как он ворвется. Там в позиции Микки. Можно как раз-таки его подцепить и быстренько наказать. Башня на 400 хп остается. Вот он, Энви. Есть Ветра. Тортизи никуда не попадают. Только Магом подцепить ЕМП. Ману отожгли. Энви паунс никуда. И Энви вынуждена идти в Энви. Покупили Оркла Аграм. Оракл минус. Гартер. Ворально. Астре Энви и Пупея страдают. Гартер очень сильно. Гартер отсюда решил просто улететь. Довольно интересное решение. Хотя можно было спокойно воевать. Вакуум по Магоми. Очень больно Пупею. Пупея минус. Магома ставит Эдезвард. Магома должен бежать. Получает кулснэп. Но этого мало. Магома под фейсбут. Должен отсюда просто размансовываться. Хотя топорика нет. Типа аут. Магома успеет улететь. Вакуума нет. Магома отсюда просто уходит. Чудесно. Забавный момент. На самом деле тыкались-тыкались. Тим Секрет. У них из Туман Войны. Этерически пропадал тот самый Найт Сталкер. Они вроде заходили туда в эту точку. Побегали. И он опять Туман Войны. И сделать ничего было нельзя. Ну и плюс к всему конечно какие-то Дизэблые инвокеры просто отсутствовали. Потому что был кулдаун. Ну такой забавный файт. Опять-таки порадовал меня в кавычках Энви. Который вплотную под Энвизом подошел к этому самому Ораку. Сделал два удара и промазал баунсом впритык. Нужно еще было умудриться так сделать. Но по итогу конечно файт проигрывается. Секрет. Преимущество сократилось. Такая-то драка получилась. Совсем непонятная. Немного сумбурная даже. В целом что было отмечено. Самое важное то, что пока вот гор-герои. Вот эти вот носящие урон с руки. Они не совсем готовы драться. Конечно и Гартер дружит в какой-то БКБшке. Но и Славку безусловно тоже что-то еще нужно прикупить. Но Гартер вообще испугался. То есть вроде идет с интерфайта. И вроде там уже Пупей очень сильно побит. И можно его убивать. Но решил улететь. Может быть остался. Даже было бы и лучше. Находит Оракула. Есть утра и ЕМП. Пошли каски. Но тут для Оракула без шансов. Даже ультимейта себе дать не сумеет. Оракула убили. И Секреты отсюда просто наверное отойдут. Возможно здесь прочекают. Да, что есть стаки. И возможно Пупеи дадут их подфармить. Да, прыгают Пупей. Дают агр. И стаки. Успешно зафармлены команды Секрет. ПД остается без эншентов. Неприятный момент. Учитывая, что Суэн очень любит эти стаки фармить. Поле резко играют Тим Секрет. Стоит отметить. То есть ровно тогда, когда Продот отправится организовывать какой-то файт. Они это сделали и отошли. А дальше занимаемся фармом. Секреты же окей провели файт. И сразу же после файта собираются вместе. Тут же внезапно какой-то смог. И тут же попытка кого-то поймать. Вот уже дважды такое было использовано. И на вторую атаку, на вторую волну Продот просто не хватает внимания, сколько части героев они теряют. Естественно, таким образом устанавливается баланс по деньгам. То есть если там перелетен Секрет, они понемногу и будут отрываться в эти промежутки. Но в целом ситуация, опять же, пока более чем равная. Посмотрим за обрывом от Продота. Они проезжали Смог. Ускоряется первой майке. Есть у него лассо, есть Блинк Тагер. Гардер отправляют вперед. Это такая замануха, но довольно очевидная и довольно читаемая. Все-таки один Свен вперед на Тир-2 не пойдет. И Секреты должны об этом доказываться. Сами Светлес тоже довольно уверенно под свой Тир-3. Нерзают Клифф. Тут же пошел Даркнесс. Есть экзорцизм. Найт Сталкер забегает вперед из Пойнг Буста Роггер Клаб. Просто разведает территорию. Видит пока он Дарксир и видит пока только Сларка. Тут же Инвокер вылез. Да, Магома дает хороший вижн на самом деле. Ну и Батрайтер готов залетать. Да, пусть залетает. Есть лассо. Тут же контраницирует Пульпей. Пошел стат. Картера, но эти каски очень неприятные. Конечно, нанести уродную ППЕ. Значит, еще один дэмэдж, еще один удар. Пупеи-таки смогли забрать. ГМП на разборозле. Майки страдает. Пульпо бегает. Здесь сжигает также еще и башу. Сларк упрыгивает из замеса. Гартер опять-таки делает тэп-аут из драки. Оставляя на растерзание Мастермайнда и Магома. Магома очень быстрый. Мастермайнд, в принципе, тоже. Магома делает наглый тэп-аут. Ему это удается. Но осталось только Мастермайнда попытаться поймать. Старяются, конечно, Team Secret. Энви пошел вперед под Shadow Blade. Артизи здесь. Тарнат откается через 5 секунд. Между собой и противником. Каски и МВП этого момента. Тут вопросов быть не должно. Потому что Свойн уже врывался. И должен был убить сабли. Но пошли каски раз. Каска два. Каска три. Каска. Просто бесконечный дизейбл. После этого залетает еще и Торнадо, и МП. И Гартер понимает, что единственное, что он может сделать с файта, это сделать тэп-аут. И просто с файта ушел. Без Блокенбара, конечно, Свойн очень трудно. Но вот с появлением Блокенбар шансы появляются неплохие. Без БКБ, да. Вот эти просто каски одного саппорта, они весь файт ломают. Ну и отлично. Была инициация моментальная от Купея. Батрайбер им дали сделать нормальное лассо. Тупо-дэф файт поплыл просто в никуда. Нравится мне, конечно, как действует СВМ. В любой непонятной ситуации прожимается баут. Просто в любой. Все равно пошло не так, тэп-аут. Хорошая реакция. Так, к примеру, они майки подловили. Вот та самая, опять-таки, вторая волна атаки. Уже в третий раз подряд. Дима слышит, что если файт прошел, это не значит, что все углядаются в фарм. Это значит, что Сикрет и будут идти в бой. Сейчас сделали очень быстрый минус и ретируются с чужих владений, с чужих лесов. На этом, видимо, решили остановиться. В целом, да, факты, конечно, нужны. Нужны БКБшка для Свена. Когда он выформить, совсем ясно. Потому что файты проходят очень часто. Но вот сейчас Картер пошел под ГТС, Пупея с дебилей, есть отличный бой. Пупей здесь. Остался один и вновь подставился и погиб. С стороны Сикрет тоже периодически такие заливания присутствуют. Да, то есть Свена, опять же, если будут БКБ, то с таким демеджем под ГТС будет очень больно. И Артизи, и Сларк. У Сларк не самый жирный герой. Если его будут хорошо контролить, Артизи проблема. Артизи вот в инвиз, имеется дасты, Артизи уже подставляется. Тепал попытка сделать. Имеется Юл. Мастер Майнд Юл дает. Телепорт сбивает. Пошел Сайланс. Будут еще и Сифона. Артизи получает 4%. Заду. Минус на Артизи. Минус 2 от команды КВД. Опять же, Секреты загуливают. И Артизи пока играет очень надменно. Как-то соперники недооценивают вообще. И так вот подставляется. Думая, что, ну, нажму Гост Волк. Тут-то детекшн уж точно не будет. Ну, детекшн не было в первом раунде. И там против команды Дауничью, возможно, детекшн не смогли бы найти. Но здесь уже команду Прудота. Извините, тут детекшн. Сталкер был на месте. И, конечно, от него уйти. Инвокер никак не мог. Надо как-то вот с Секретом собраться с духом. Пора уже, да. А то не ровно часто так можно и катку слить, на самом деле. Потому что у Прудота действительно неплохие шансы. Очень радует меня Найт Сталкер, который бегает. У него практически уже есть Аганим. Осталось 700 голды всего лишь. Впоследствии кто-то из тиммейтов. Может быть, он сам купит еще и гем. И вот тогда вопросы будут довольно большие к Пупе. О том, как впрыгивать. Как инициировать Бульби, например, когда он купит себе Блинк Таггер. Потому что, ну, вижен будет ограничен. Будет очень тяжело. Сейчас какой-то хитрый мув. Энди пошел вперед. С гемом, кстати говоря. Вот Секреты очень рано покупают гем. За это им, конечно, огромнейший респект. Плате тоже нужен будет гем, но чуть позже. Ну, когда поэтся Аганима Сталкера, после этого покупается гем. И этот Сталкер бегает и дает максимальное количество NFA. Что будет очень круто. 9-12. Преимущество у Секреты минимальное. 2000. То есть, по сути, преимущества нет. По опыту, да. По опыту, немножко преимущества побольше. Но, опять же, его недостаточно для того, чтобы сказать, что Секреты доминируют. И коэффициент на них, там, на ставочках 1,05. То есть, вы там вообще ничего не выиграете, все поставите. Надо ставить какие-то там немыслимые суммы, чтобы выиграть хоть какие-то адекватные деньги. Ну, вот на таких играх и можно как-то выигрывать. Не по опыту, да еще не победили, но Секретом уже непросто. А это только первая карта. Из возможностей там получается сколько? Восьми. Да, максимально. Максимально может быть восемь карт. Минимально получается два. И еще по два. Шесть. 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 Ну, от шести до восьми карт мы сегодня с вами посмотрим. Это первая. Ну, да, ProDot действительно хорошо. Я с тобой полностью согласен. Неплохо отыгрывают. Ребятки все-таки не зря попали в одну восьмую и имеют прекрасные шансы. Преимущества как такового Секретов нет. Мы это уже подметили. Ну, и пока такое некоторое затишье на карте. Ничего не происходит. Воспользуюсь этим промежутком. Скажу вам то, что Team Spirit и Screen Squad уже своих противников одолели. И именно они будут играть в уже четвертьфинале. Также формат Best of One. Screen с его новой командой против... Против-против наших ребят. Против Паника. Против плака, хвоста и так далее. Также смотрите, транслироваться. Где-то на одном из наших каналов это будет должно. Остальных результатов пока еще нет. Пока еще там матчи продолжаются. Что ж, 25-ая минута встречи. Ждем, ждем каких интересных выпадов. Пока мы наблюдаем только за тем, как ребята фармят. Очень интересно, что же решил купить себе. У величества Envy, имея Perseverance в инвентаре. Ну, очевидно, линьки на сферу. Я других вариантов не вижу. Понимаю, что имеется Лассо. Имеется Фиру Сталкера. Тут без линьки делать нечего. Строго-сторого можно купить. Хотя бы отсталился Блокенбар. Ну, ладно. Линька неплоха. Тут торить не буду. И против Ювов каких-то. И против Стана Свена и так далее. И так далее. Вариант неплох. Лассо самое неприятное. Лассо самое главное, конечно. Так, Envy пошел вперед. Майки находит удар. Тут же паунс пытается убить через Тарфак. Майки стики юзай. Пытается уйти. Форстаф, как говоря, он прожал время паунса. Видимо, не знал, что так не работает. Майки. И, скажу, удается уйти. И да, блинк, это паунс. Мне или показалось, или действительно. Форстаф прожал момент паунса. Или до этого прожимал был холдан. Практика, как момент паунса. Такой, в моем случае с пасей. Довольно жирный оказался бэтрайдер. Видно, что секреты уже немножко начинают играть поаккуратнее. Уже не идут и прям нагло не подставляются. Понимаешь, что не все так гладко. И у Свена же артефакты появляются крайне серьезные. То есть пока что Гартер БКБ не покупает, но имеется Кристалис. Если вдруг он ворвется и не будут дать эти надоедливые каски, то как раз таки бедный Вич-Доктор. Там даже Сварк. Если вдруг, опять же, ошибка от Envy, он получает лассо. Там реально от Свена будут буквально 2 секунды на удары и все. И Сварка нет. Сварка проблема главная. У него очень мало ХП. И Линка ХП-то не добавляет. То есть ХП добавляет там какой-то Скади. Немножко там Блэкин Бар добавит холдспоинтов. Но вот Линка особо холдспоинтов-то и не добавит. Этот момент не самый приятный. Но вот он Envy в Envy. Есть. Две иллюзии. Envy подходит Пупей на Сурже подайншелом. С маках прыгает Пупей. Агр по дому Микки. Не самый лучший Агр на самом-то деле. Пупея подцепили против эндом. Рывается Сларк. Ну и успевает Ораку. Удать ультимейт. Све нажимает ультимейт. Ездит с профит так-то с экзорцизмом. Вакуум под вами ставится Дезвард. Магома можно очень быстро убить. Магома минус. Взрывается Ораку уже минус 2. Артизи также цепляет и Гартера. Гартер под голдснепом. Гартер пока ничего в файте сделать не может. Получает сказки. Получает ЕМП. Высит по Паталхангер. Въезд врыв. Неплохой от Гартера на развороте. Но все-таки Энви живет. На 150 кп отсюда уходит. Размен пока что 3-0. Мастер Майнд всасывается в Плд. И Сифон разрушается. В итоге 3-0. И видимо файт завершен. Хотя Сикриты сами в погоню. Пупей. Артизи это будет пытаться цеплять Мастер Майнды и Майки. Они конечно же пытаются отступить. Довольно в хорошем умспит. Мастер Майнды. Есть Торнадо на ход. Отлично. Дез Профит поцепили под Тир 2. Дальше Баунс. Это все неудачно получилось. Что Бич Доктора, Мастер Майнд и МП накрывают такие. Он все-таки пупей и минусует Дез Профит, которая без байбека. Нам все-таки эту драку дожали. Тим Сикрит. Но и опять. Опять мы видим с вами, что у Свену просто не хватает иммунитета ко всем этим магическим прокастам. Но сколько можно? Он стоит, получает полдснэп, получает турну и сдвинуться с места не может. Сейчас он нанес свой урон только благодаря тому, что к нему сами вплотную подошли и начали с ним дансы. Если бы этого не произошло, он просто нанес там 0 дамеджа за место. То, что пока он купил себе кристалли. Ну, очень жадный табилл получается. Вроде дамеджа много, но если вдруг какие-то обстоятельства получаются неудачно по типу там каски, либо Артизя даст ветра, ману типа сожжет. То, как ужасно, не так уж и крут, не так он хорош и дамедж уже не так много вносит. Возможно встреча. Энвей видит Микки, врыв на Микки. Ой, как же больно Микки. Микки получает ультимейт, но, конечно, здесь выжить шансов попросту нет. Пытается уйти, пупей, есть топор, дают аграм никуда, но и все равно бодрайдер. Таверна отправляется, но и Секреты начинают просто доминировать. То есть последние все фраги для Секретов и то, что было вчера, то, что мы видим сегодня, команды в определенную минуту начинают плейться. Начинают просто подпиживать, ошибаться. Ошибка за ошибкой, после этого Секреты камбэкают. Ну, даже камбэка нет, просто они начинают уже на карте именно доминировать и на один артефакт на каждом герое вести. Это неприятно. Ну что, неужели всего лишь 25 минут держались про доты и после этого выдержки не хватило? Ну, вот сейчас действительно Секреты выигрывают файт за файтом, забирают еще раз шансов и есть Аегис. То есть на артефакте лучше денег больше. Все проще, все круче. Ну, не знаю про доту, собраться надо. Собраться надо еще парочку хороших файтов. Штенли начинает уже наглеть. Они бегают. Разные, по разным сторонам. Пытаются везде нападать. Ну, тут Салаби опять стрелял, между прочим. У Карпорта есть ГДС, Тан, Форст ТАП, нападает попытка помочь. У самого у него эскейпа нет, поэтому он испогибнет. И продолжает Сикреты, спарная мудра, ошибаться. На этом можно ловить их. Пытаться можно за это наказывать. Все еще может получиться, но есть уж линкерин с веру с ларка. Как дата, лосось сейчас будет юзать практически нереально. Мейки, проблемы у него будут безусловно. Паунс отель им никуда. Линк отбили. Агр также им никуда. РВ выражено использовать ультимейт. Пока очень плохой врыв от команды Сикреты. Может быть, ПД попробует на развороте самим ворваться. Ультимейт, у Дос Профит имеется. Но вот ГДСа нет еще. ГДСа нет 50 секунд. Без него идти не особо охота. Гвардия Грифс нажали. И побежал Энви. Но побежал он вместе с Пупеем не туда. Ну что, будет ли заход? Тихонечко на Твердую Башню. Она там уже атакована. Энви под Элекрити. Пытается зайти очень далеко. Но лучше, опять же, не наглеть. А то накажут. Учитывая, что гем у Сталкера имеется. И он все видит. Все тут именно из-за него. Как раз-таки последние разы не получалось хорошо прыгнуть и Пупею. А в итоге Сларку. Потому что обзор шикарный у этого самого Найт Сталкера Саганима. Под Покровом Ночи. И у него там 1800 флайнг вижен. Соответственно, ну, радиус просто шикарный для рассмотра. Просто Сларк к нему подойти внезапно. С инвиза просто-напросто не получится. Видим, что Пупей пытается купить тебе Лотус Ор. Персверенс у него уже есть. Плейтмейл также в инвентаре. Осталось копить тебя только на свиток. Есть Аекис. Пытается артить и выформить тебя. В общем, пока особо-то никто и не торопит. Тим Секрет эту игру заканчивать. Все у них в порядке. У них еще есть возможность усовершенствовать свои айтем-билды. Раскачать героев. Как торопиться-то не стоит. Может, даже если несмотря на то, что все хорошо. Ну вот. Пытается все-таки кого-то подыскать в чужом лесу. Есть доедаус, кстати говоря, у Сфена. Проблема все та же остается. Демеджа много. А вот бить возможности как таковой нет. Если, опять-таки, грамотно Секреты будут контролить. Ну, Гартер, ну, где-то вот БКБшку бы насобирать перед следующим файтом. Как-то умудриться это сделать. А потом 10-секундное БКБ, ГДС и доедал. Что может быть круче? Энви находит Магому. Есть паунс, опять же, мимо. Но слишком больно Магоми. Магома. Нет, уходит. Хотя есть ветра от Артизи. Артизи попадает по Ораклу. Магома также подцепили в Ваку. Магома получает паунс. Есть ультимейт от Оракла. Наверное, не спасет. И вырыв от Гартера. Отлично. Удар по бульбе в партии. Моментальный минус 2. Энви также проблемы. Энви боит один против всех. Энви минус. Выбили с него Егис. Правда, убили сталкера. Убили Оракла. Команда Сигрит. Но Энви отсюда, но вряд ли его отпустят. Энви уходит в ультимейт. Пытается убежать. Гартер в погоню. Есть отличный прыжок от Гартера. Паунсом Энви оставил ненадолго. Энви. Неужели уйдет? Да, Энви все-таки уходит. Так как декшена нет. Его потеряла команда ПД. И Пупей также отсюда убегает. Хотя его спалил рейндж Крип. Прыгает Гартер. Крип ударил по Пупею. Пупей дает агр. И отсюда должен уходить. Пупей уходит. Так как вижена маловато. Просто команда ПД не видит своего соперника. Может быть попытаться напасть на ту самую Death Profit. Энви бегает очень опасно. Очень резво, конечно. Тут и Акс уже готов дырнуть. Я подцепил таки. Он Свена. Хорошо, подловил. Но неужели попытается его взять. А что нет ГДСа? А тут стан Энви. Больно, очень больно. Энви был неправ. Гем выпадает. За Пупеем также может быть атака. Пупей не успел завязать блинку простав. Были кулдауны. Пупей получается перед Тифон. И тоже, скорее всего, погибнет. Вот он камбэк в исполнении Продота. То, чего мы от них ожидали. Они это исполнили. Отвлекли внимание. Сказали о том, что мы будем драться без Свена. Казалось бы. Просто повелись на это Team Secret. Влетели в бой. А уже только потом вошел Гартер. И смог нанести свой дэмэдж. Получилось невероятно круто. Отыграли нереальное количество денег. Забрали гем. Ну и шансы. Шансы Продота возвращаются на победу. Что с Энви не так? Что с этим парнем не так? Я не знаю. Этим вопросом задаются люди уже последние несколько лет. Что с Энви не так? Ну вот если бы был здесь Дима Лост, то он очень часто бомбит по поводу, в принципе, команды Сигри. Таких вот мув совершенно непонятных. Типа, дай-ка пойду. То есть такое же было с командой Фнатик. Там играл Мид Ван, и с Элом просто пошел по Тер-4 башню, куда мог уйти, и отдал рапиру на халяву. И там было горение невероятно сильное и в чате, и у Димы лично. Но вот опять же момент непонятный. Зачем ты идешь? Ну, явно, возможно, Энви думал, что убьет. А Энви не думал, что ему очень круто собьет линку, и после этого получит стан от Гартера. Да, у Сларка говорил полностью все. Также хотел отметить, Свен, у Муша была ситуация похожая. Муша не хотел покупать БКБ. То есть у него был Дейдаус, у него была Кираса, Сабля, Сатаник, но БКБ не было. Просто не финайлировал. Тут же Гартер делает то же самое, БКБ покупать пока что не желает, покупает тебе Гиперстоун. Как видишь, Энви, Смог, возможно, спалил, да, информацию Энви. Возможно, и дал, ну и отсюда ушел. Гартер, Гартер, ну то есть хорошо, один файт удалось победить вот таким вот аккуратным действием, хорошим макро, да, вот в замесе именно. Все получилось здорово, но вот если вдруг одна драка пойдет не так, как нужно, если Гартер начнут контролить, ну что же ты будешь делать-то, Свен? Конечно, это риск, безусловно, это очень опасный айтембилд, и ставят все на кон сейчас Свен, не покупая БКБ. Может быть, и в этом будет секрет успеха этого коллектива, кто знает. Пока вот мы наблюдаем действительно за Гиперстоуном, впоследствии это будет, видимо, осалки Рассы, может быть, даже какой-то Муншард. То есть интересный, очень интересный айтембилд. Но и секреты в некоторой опасности. Ну, скажем так, пока команда ПД не проиграла, мы не можем сказать плохое о Свене и критиковать этот набил. Пока команда ПД очень хорошо смотрится, у Свена топовый нетворкс, при том, обгоняет он Сларка там в салат на 5000, это, по сути, надоедало. Сто претензий Гартеру быть не могут. На данный момент он все делает верно, потому что его команда борется, и борется вполне в файтах неплохо. Магома будет выход, возможно, подцепят Артизи, рядом находится и Батрайдер, но тиммейты далековато. Свен все-таки фармит леса, и без Свена воевать в команде ПД смысла нет никакого. Так что удождаться Свена, после этого только есть шанс. И к Свену летит. Что летит? Да, это Муншард, слушай, это не Кераса. И... Смотри, очень полезный крип, наверное, один из лучших крипов для Свена на данный момент. Ну, есть, конечно, Волк от Алифа Волк, но Огр Чародей, это просто шикарно. Плюс 8 армора халявных, как будто отлича. Это реально крип уникальный, и у него там монопул огромный, полдаун Айс Армор минимальный. Вот с этим крипом надо реально ходить и на тиммейтов его кидать. 60% просто резист к физическому урону. Гартер, конечно, Сларков будет просто пощупывать и делать массаж, и мы не более того. Да, да. Неплохо собрался этот самый Свен. Ну, а касательно там критиковать, не критиковать, это же дело такое. То есть, понятное дело, что задним умом, после того, как игра закончилась, и в зависимости от того, кто победил, можно уже будет выдавать какой-то там фидбэк, да. Но в данном этапе просто вот есть две опции. Либо он заезжает и очень круто в замесе, всем раздает и подставляет в Севсикрет, либо его контроль. Варианты других просто-напросто нет. Так что мы будем смотреть, какой вариант окажется наяву, да, в реальности. Ну, а пока без байбэков бегает Вен. Видим, что Сларк ничего нового себе и полезного пока еще тоже не прикупил после Ликинг Сферы. Довольно такой у него учителей терять этот билд получается, да. То есть, вроде бы и демеджа не особо много, вроде бы взял себе артефакты на эскейп. Немного подбивает, вроде где-то может и стаки себе подделать с СССР в замете. Но при этом очень уязвим, если парочку критов по нему прокнет. Я думаю, любой герой будет уязвим, если по нему парочку критов-то и пройдет. Полетел Микки. Есть у него опс вар, сейчас Энви подставится. Но, правда, Линьку надо ему сбивать, что не так уж и просто, учитывая, что пока ты проставдал, что Сларк успеет, спокойно уйти уже на паунсе, либо Шелд Дэнс нажмет. Но мы видим, что Секреты зажимаются. А я напомню еще раз, что это Бест оф План. И про дота потихоньку начинает показывать, кто на этой карте батя. Потому что преимущество в 3000 это не преимущество, это вообще ничто. И ПД, опять же, в лайтгейме, как мы видим, выглядит поинтереснее. Пока мне не очень нравится игра Артизия, он выглядит блекло. И от него какую-то там доту шикарную мы на инвокере не увидели. То есть, вот как-то вот, вроде инвокер есть, но сказать, что он прям великолепенный, лучший MVP этого матча, пока такого сказать я не могу. Может быть, в конце матча что-то изменится, но пока вот нет. Так это тот самый инвокер, который Куас Век стал. То есть, он пока бегает, пока команда нон-стоп нападает, он хорош, потому что герой поддержки. Ков дал торнад, ЕМП, колдснеп повесил, все здорово, шикарно. А как вдруг противник заходит в лейт, когда у вас не получается уже делать такие вот хорошие выходы, тут внезапно оказывается, что инвокер не такой уже супер классный. Ну, впоследствии, он, конечно, докачает себе экзорд и свой демодж он будет подавать уже непосредственно с метеоритов, с бластов различных, такие вещи делать. Но это будет несколько попозже. Пока у него только левел 16, и ему еще есть куда расти, есть куда развиваться. Смог от Тигр. Добежали они вперед. Здесь все, он и сталкер может спалить. Уже нашел Акса, дал ему аккуратненько бой, дал, решает, конечно, здесь обзор. Лассо пошел, и зокера подцепили. Свен уже забрал тебя, ей не саленс на Пупея. Емпе, продумать тоже неплохо контроль, но Гартер зашел, Гартер зашел, начинает лупить под бунт, байлайта индикает, вот крита, просто отлетают, и драка будет продолжаться, Пупею сбивает Брик, накиду Фурнуршарус, погонят с мастер-майд, нужно цеплять, до Юлу подцепили здесь Акса, сработал лотусор, но Пупею тоже приостановился, только минус 3 в разме от одного бодрайдера. Как же круто зашел тот Свен, боже, такие удары под бунт персонажа, за счет клива, фантастика. Ну, как мы видим, что Сларк не смог писать того урона, которого от него ждали. 851 тэмэдж, это, извините, никуда не катится. Проблемки, действительно большие проблемы у Team Secret, и вы знаете, на крайнем поражении они сейчас находятся. Как думаешь, если команда Secret не пройдет квалификация, Пупеи станет тренером команды Нави? Потому что многие говорят, может быть, Пупеи тренер команды Нави, дикий хайп, все такое, было бы круто. Ну, потому что пока Секреты, ну, может, они, конечно, на этой карте победят, но все выглядит очень блекло, и вот прям, вот прям вообще под конец, как будто ребята играют не вместе, и есть у каждого свои ошибки, и бараки тут падают. Не знаю, что тут мне Секреты, прям мне особо нравится, но, опять же, сомнения я высказывал еще до квалификации, я говорил себе, что буль, вот эта замена, которая появилась, ну, потому что некого было брать откровенно. Что же, саму Артизи, есть информация, что его также хотели кикнуть, но просто уже не было замены, кого возилить вместо Артизи. Не так уж много остается мидеров и Кэри на нашей современной сцене, которые были свободными агентами. Но вот у Секретов, возможно, опять же, если что-то пойдет не так, то будет еще какой-то полный дисбант. Но это все, опять же, сейчас Секреты победят, пройдет квалификацию, мои слова не будут иметь смысл, но вот информация для вас такая есть. Ну, это само собой разумерит. Команда, которая опен квалификация, извините, сливает, очевидно, что разговор придет в первую очередь с Барди, выбор игроков, решалки и прочее. Но пока еще в строю, есть еще, на всякий случай, если что, присутствует вторая опен квалификация. Так что, пока об этом действительно говорить еще рано. Ну и здесь еще про Дота не выиграл, хотя имеют огромнейшие шансы на победу, уже пронесли нижнюю линию без особых трудностей проблем. Олегис в инвентаре у Гардера имеется, купил себе Травела, мы видим, тут уже и Мастер Майнд с Таринкором, и Оракол с линзой неплох, да, и Майки купит себе БКБ в ближайшем будущем. Представь, что будет, когда Свен купит себе БКБ. Ты представляешь, он без БКБ ходит, Я уже даже не уверен, что ему вообще БКБ. Да нет, представь, на 45-й минуте 10-секундное БКБ. Я понимаю, Ты ничего не боишься. И при этом у него не накидывается ни Торнат, ГМП, ни Колснеп, вообще ничего. Он может собирать себе абсолютно любые артефакты и будет абсолютно прав. Но, если вдруг Свен купит себе БКБ, безусловно, будет нужна. Невозможно, сейчас будет драка, потому что Свен находится на топе, полным составом, там же у нас Продота. Но, есть ли смысл Свен нападать, да, против Айки собраться? Жлава, да? конечно нет. Сейчас надо Свен купит, мне кажется, просто выходить Дики Фарм, потому что, опять же, все плохо. Инвокера, по сути, из артефактов Агани, Мидас, Форста, Фейсбутс на 40-й минуте, это невероятно мало. По сути, артефактов у Инвокера нет. Надо хотя бы получить побольше опыта. Не знаю. Я не знаю, будет очень трудно, надо как-то врываться. Пока, опять же, надеяться на то, что Свен без Блокенбара и как-то, возможно, его быстренько подпустить и убить. Такой шанс есть, потому что ХП не так уж и много. Сатаника пока нет, тут проблема только Айгиса, да. С Айгисом Свена врываться не стоит, и Тир-2 башни последней нужно ее отдавать. Сларк покупает себе бар, будет. И Эбисо Блэйд байбэка Энвини отставляет. Это, кстати, очень опасности пойдут ПД, например, дальше. Они могут пойти, если захотят. Но нет, рисует план, давайте вернемся на мид и отпушим крипов. Там их хватает. Форш-спирит и обычные крипы дайеров. Пока не захотели идти дальше про Тота, но дают возможность дважды быть на поле битвы, после байбэка и в первую свою жизнь. Но если ты носишь ноль урона, то булка у тебя нет. А так хотя бы какой-то башер, может быть, что-то из этого и получится. Ну, конечно, нужно еще очень много артефактов. По-прежнему даже Скаде нет на 42-й минуте в Этернал Энде, о чем тут говорить. Аркбет Скаде тоже персонаж такой себе. Ну и про Доты, я думаю, должны будут попытаться реализовать свой Экис. Еще одну хорошую драку провести где-то на плейс территории противника. Может даже на хайграунде пытаться сломать вторую сторону. Было бы вообще идеально. Но с другой стороны, конечно, еще и немного опасно. Опасно, все-то страшно. Кого-либо там, а Сигретов много побеждают. Так, ну и 5500 мы видим денег у Картера. Что фармить дальше? Что ты будешь собирать? Сатаник? Каннур. Я надеюсь, что вместо Экис откипается БКБ. Ну, думаю, БКБ. Больше с вами уже не будет чудить, кого тут нужно. Я представляю сейчас улыбка на лице Вихи в данный момент. Потому что Виха вообще много извил на повод того, что вот его кикнули. А сейчас команда Сигрет так вот плохо играет. Я думаю, что Виха настолько улыбается сильно, сидя на буткемпе DC вместе с Мизери. Ну да, как же у Сигрета все плохо стало после дизбанды. Ну, я рад. На самом деле, я рад, что у Сигрета все плохо. Не то, что я там хейтер, не подумайте, просто наказать команду Сигрет за вот эти дизбанды мы не можем. Валвы не могут. Но вот такие вот игры это показательно, что здесь с бандами вот этими совершенно непонятными играми в оппинг-балах не всегда все получается. И вот как раз таки жизнь, именно жизнь наказывает команда Сигрет. Не ты, не я, не зрители, а жизнь. То, что практически все так плохо. Ну, не знаю, значит, от того, что кто там наказывает этих самых Сигрет, они сами себя пока наказывают, потому что исполняют не очень круто. А я рад в любом случае за команду Брутота, потому что в чем смысл оппинг-квалификации? Дать возможность молодым талантам, молодым игрокам, молодой команде проявить себя и заработать себе слот в закрытых квалификациях. В Брутоту, безусловно, такой командой является. Если они смогут пройти дальше, они будут большими молодцами. Пока вот за них действительно можно поболеться, можно переживать. Залетает Маки, Терене, подловил Бупея, на чужом хай-граунде, дал лассон, тут же Гартер идет просто вперед, не прощая внимания на Бупея, Бупея тут так спасает, зашел Бульба, опасный такой, получает демэж, тут же Форсап, пытаются сейв, Гартер гуляет дальше, не убили Бульбу, пошел у нас, те временем, Гартер грифс, пока живы все у Сикрита, а те временем погиб уже Ораком. Но вот так вот, сейв на сейве, и видим, что Акса пока Свет пытаются немного игнорировать. Энви могут быть проблемой, Энви, Энви начинает врываться Магома, есть пашки врывы от Пупея, Магома должны убивать, Магома минус. Не расслабляться! Сикриты идеально провели Пайт. Идеально, конечно, развили просто Свена на вот этот вот Блокенбар, на ультимейт, отлично врыв был именно Пупея. Он просто давал агры и просто туда-сюда, налево-направо-вверх-вниз его тащил, как будто на лассо, ну и по итогу Свен весь файт там внес, ну я думаю, очень мало урона. Я файт рекап я не посмотрел, но я думаю, там максимум 1000 урона, что не есть. Хорошо. В один момент даже криты не прокнули, когда хотелось бы сделать последний удар уже, и очень качественные кривцы потом спасли, конечно, положение. Но при этом Сикреты все-таки умеют микрить в драке, это было видно. Вот как они давали форстаф, как они друг друга спасали, это было очень качественно, очень круто. Ну и вот, чувствуется, Сикреты заиграли, а поняли, что дело-то пахнет жареным, что проигрывать в 1-8 это вообще не комильфо, мир команды, тирадин уровня. Игроков даже, можно сказать, тирадин уровня. Так что здесь пока для продота тоже не все так просто. Нужно ребятам собраться, графики постепенно уходят в ноль. Их, как мы понимаем, а Егеса уже нет в инвентаре у Гартера. ПКП у него готово. Ну что ж, тем интереснее будет смотреть за развязкой этого матча. 45-ая минута встречи, 23-17. Самое интересное, судя по всему, чемпионат. Да, уже уникальное событие, что Сикреты дают такой вот отпор. Да, была вчера команда, но вот сегодня прям ПД на уровне. Главное не расслабляться. Вот ты верно ответил. Главное не расслабляться, вот так вот одного СВНа не отправлять, потому что могут его и наказать. Гартер! Аккуратненько надо, правда, Эрви здесь, что-то, блин, Батрайдер, врыв на Пупей, Пупей надо очень быстренько убить, получает Брэмбайнфлейм, Пупей получает Сифон, и врыв от Гартера, минус на Аксе. Буз погонят дальше, инвокер закидывает профи защитное ЕМП, и ставится Айсволл, и вроде как команда Сикреты отсюда уходят. Либо же нет, бочка, Палайдай сбивает телепорт, и у Палайдай нет ничего, не форстапа, ничего. Палайдай минус, минус 2 для команды ПД, можно пойти по центру, развести на байбеке, учитывая, что экзорцизм у Деспрофит имеет. Ну, хотя бы на байбек Акса, хотя бы один, он будет уже неплох. Да, ну, подставь, ну, кстати говоря, читал этот цветок депортации Вичток, кто-то прям стоял, я же думал, сейчас должен улететь, сейчас улететь, сейчас улететь, нет, в итоге стоял, читал, читал этот цветок, в итоге его просто-напросто сбили, интересно было. Ну, и в итоге есть байбек Атакса, Вичток-то тоже может байбек, если что, заюзать, Энви заходит со спины, Энви, ССН шифта у него нет, стаков есть за беду, пока что тут придется с нуля, набивать, пошел экзорцизм, друвается Акс, загнал СВ, на СВ, ПКБ, тут же сзади находит Смарк, пытается вырезать очень быстро, но под себя сейвить пока, с помощью пост-промисс, так, это делится отвечать, Вичток тоже байбек, мусс, бегает гардер под ПКБ, ПКБ заканчивает, получает вагу по полуфребнику, а что дальше? Дальше пошли батлхаски, пытаются опять же на хорстап играть, Сикрет, спасая тем самым Бульбу, экзорцизм все еще работает, полуфребника все еще стоит, драка немного приутихла, набираются терпением Сикрета, чтобы дать видимо еще одну, у СВ на скоро ультимейт появится, посмотрим Пупея врыв, Агр никуда, СВ на ультимейт уже готов, СВ готов рываться, СВ нажимает ультимейт, Будли куда-то проиграть, СВ на проиграет, очень больно, как же больно Бульбе, Бульба уходит буквально на 70 кп, Бульба 40 кп, Бульба жить, Бульба живет, Агро тупее на картер, как же его кайтят, как же его кайтят без БКП, это просто фантастик, и Каскистан, и все, это просто мешает ему драться, он делает байбэк, вы прилетаете на термелах, там стоит хороший айсмол, БП остался один, куча событий, он тут же на форстафе уезжает, Сикреты живут, что-то не полным составом, при этом Прудота страдает, как же круто отыгрывать сейчас не рвишки, шалят у Прудота, картеру непросто, казалось бы, есть БКП, есть Дайталл, все есть у этого персонажа, только заходи, грызи и убивай, на последних каких-то секундах, на последнем издыхании даются делать форстафы, дать какие-то дизейблы, и при этом Свин не может никого забрать, фантастика, невероятно, какая-то сумасшедшая карта, 19, 25, 48 минута встречи, Сикреты все еще держатся, Сикреты цепляются зубами, просто вгрызаются в эту квалификацию, и не хотят отдавать в квот. Знаешь, так получается, что Свину с Блэкинбаром стало еще хуже играть, чем без. Вот без БКП, Гартер как-то был полезен в файте, чем сейчас, не знаю, почему так происходит, возможно, без БКП он был более аккуратен, сейчас же не получается, просто элементарно не везет, потому что, ну, по сути, там один удар, там было бы минус два, там было бы минус два. Досадные ошибки от ПД, и Сикреты уже начинают давить, опять же, потому что, ну, возможно, ребята все же сыграны побольше, чем ПД. Проблема мог быть у Магом, мы Смоук разбили, Магом активирует ночь, и надо отсюда Секретом уже сваливать. Сикреты убегают, Энви подфармливает големов, но понимать, что лучше уже отсюда уходить, как можно быстрее, Батрайдер имеется. Лассо, есть и блин, есть и Форстав, и вроде как все ребята из команды Секреты от уйти успели. Как же они разводят. Четко, хотя бы Рошана стоит забрать ПД, но Экзорцизм уже скоро закончится, без Экзорцизма воевать, разумеется, ПД не будут, но походу они должны отдавать Рошана. Экзорцизма нет, ГДСа нет, так что, могут сейчас Сикреты и повоевать, могут и Рошану убить, все, сейчас Сикреты могут быть намного сильнее в файте, ПД надо этот файт и вейдить, как-то убегать, потому что все, ультимейтов нет. С одним лассоу файт не сделаешь, проблемы могут быть у Магома. Магома. Ныряет, есть Агарта Магома, тут же Санстрайк, Гэдби прыгает, Паунс зацепляет, Магома может лишиться сейчас гема, он очень толстый, но он таки погибает, смогли его забрать. Все же не все персонажи и Продота смогли убежать на свою базу. Ну ладно, на Экзорцизм был еще один запасной гем, поэтому в талам, Годин был по теле, но смерть неприятная, безусловно. Не забывать надо также Сикреты, про то, что нижняя линия-то горит, Гритана ярким пламенем, Тир-4 Тавер, здесь уже один был разрушен, второй тоже уже подвергся атаке. Этот момент такой, взрываешься немного и трон начнет падать. Ну и Сикреты заходят на Рошана, будут брать Аегис Цирр. Это очень важно, Продота сюда не успевает, как же бы хотелось Свену забрать Аегис, зная, что у него нет байбека, что идет кулдаун. Но видимо, этот самый Аегис ему не достанется. Довольно долго бьют Тим Сикреты, но вполне уверен в своей цели. Бегут, конечно, над вардами чужими, но Продота пока на это никак не реагирует. Просто подфармивают, отбивают свои линии, все, что пока не делают. Ну, Продота не могли и для беда артизма поэт без сталкеров файт идти бесполезно. Не надо воевать, имея все ультимейты, имея всех пяти героев, иначе шансов попросту нет. Ну и Сикреты, можно сказать, делают камбэк, все было плохо. Ну, по крайней мере, ПД заходили и были файты намного увереннее, но пару хороших мув и развели на ошибку именно команду ПД. Уже ведут, но, опять же, все, опять же, не очень гладко на волоске и может пойти как в сторону ПД, так и в сторону Сикретов эта карта. Тут до сих пор ничего не понятно. Есть такой момент, но очевидно, что после такого пинка под зад Сикреты начали играть, и это факт. Вот просто сравнить с команду, которая катала, то там условно какой-то 35-й минуты и после это абсолютно две разные команды. Сикреты. Сейчас эти Сикреты не дают, сейчас они играют действительно здорово. А Продота наоборот, немного сбавила темп. Продота перестала получаться хорошо принимать файты и нужно что-то с этим делать. Что они решили? Они решили, я так понимаю, подфармить. Или что? Каких артефактов может не хватать? Вот может быть Сатанин какого-то Сфена. Казалось бы, он уже 6-слотовый, более того, и Муншард уже съел. Игры против все слоты нужные, но единственное, что Доминатор как-то в Сатанин можно предварить. Ну и все приостановилось. Конечно, напряжение нереальное. 52-ая минута встречи. 26-19. Уверен, что некоторые матчи уже 1-8 этой квалификации были сыгрены, но только не это. И это еще затянется. Да, известен уже, кстати говоря, будущий противника, победителя этой пары. Это команда ТОСТ, Тим ТОСТ. Это Шведы, Степстайл, если вы таких помните. Тоже довольно часто они открываются в различные турниры, минорные второго тира. Так что, там был финал, в общем, четвертый персонал будет тоже интересным. Будет позже. Так, ну и да, ты верно отметил, что игра приостановилась. ПД боятся уже куда-то лезть, боятся ошибаться, потому что еще одна ошибка, и так можно уже ненароком проиграть. Ну и плюс ко всему, у Сикретов имеется Айгис, и продота идти и воевать против Сварка с Айгисом особо-то и не желает. А вот Сикреты должны желать. Есть Гост Волк от Артизи, Артизи имеет Цир, и Артизи выдвигается своей командой потихонечку на нижнюю линию, правда там никого ребята не найдут, ставят Обсварт Пайлайдай, ну и ПД, Смоук нажали, ночью наступают, у Магома ультиматча появится через 20 секунд, и возможно встреча опять же с Ларк с Айгисом, это очень опасно может быть, смотрим, выдвигается Магома на хосте, есть также Варкрай, Батрайдер имеется, Лассо, ну и план рисует правильный, опять же, главное подфокусить какого-то, Артизи быстренько убить, было бы очень круто, он не самый жирный, но есть одно неприятное условие, имеется Сыр. Нажать может успеть, Магома, Пайлайдай уже должны были заметить, Пайлайдай отсюда пытается улететь, Пайлайдай успеет ли, Пайлайдай и телепорт сбить не успевает, очень долго думали, и Пайлайдай отсюда смог спокойно убежать, полетел Микки, нажимает Форст Став и Энви, нет, Энви цеплять не надо, просто не имеет смысла. Да, он дальше продолжает, каждый пекет в своем лесу, довольно опасно, тем не менее, выживает. Там главный пушер есть в составе Продот, это Кентавр, который давил линию опять-таки, или, Кентавр нужно увести, Кентавр захватил. Ну да, было неплохо, Продот пытались, вот подцепить не получилось, хотя, конечно, и человек в этот раз свой свиток дочитал намного быстрее, чем предыдущий. И смог улететь на ТП. Так, Энви пошел, Энви хочет найти цель, Энви цель видит, видит много целей, что ты делаешь, Энви тоже прекращай. Эти врывы под Тер-3 никогда добром не заканчивались. Бегает Найк Сталкер, тоже разведывает территорию, залетает Свен, опять же, очень опасно залетает, получает дар на Торнады, на, залетает Бутрайдер, влет, на Артизи пошел, есть ластов, по КБшке поражали, ГТС, Гартер начинает пробивать очень быстро, двух ударов Артизи просто стреляет на верну, Гартер идет дальше, на принцах, по пульве, пару ударов сделать, но тут Шиверс Гард, по КБ скоро у Гартера закончится, пытается растянуть драку и ребята из Сикрет, бегает Энви, Энви ищет возможности и моменты для того, чтобы пойти в бой и начинать уже зарабатывать себе стаки с ССН Шифта, но этот момент пока не наступает, может быть сейчас, подумал Энви, зашел в финн и получает стан, Энви опасная, решается Аегиса, Пупей тут уже поддержать, ныряет, ныряет не очень здорово, потому что никого не считает Агром, Агром вообще не кастует Энви, после Аегиса пытались забрать, но вакууму полу-фреплика от пульбы неплохих. Ну и видимо файт закончен, надо отсюда просто Оракул успеть убежать, потому что прыгает Энви на Оракул, Оракул дает эммейт на себя, слишком Оракул больно, возможно Оракул не выживет, да, слишком много деммажа было, прыгает Пупей, Оракул продает Оракул минус, с Мастермайн-то все должен уходить, вместе с Микки и Гартером, но в целом файт получается неплохой, внизу, как ты видишь, Крипы уже потихонече подходят, и к Тир-4 башням, ну и плюс ко всему, опять же, размен Артизи на саппорт, это в плюс, что Артизи успели убить, хоть и был сыр, но Свен был слишком жесток, и с ГДСом и Дейдаллсом шансов оставить просто никак не мог. Ну вот мы видим, да, если Гартеру дать возможность пару ударов нанести, он возможностью воспользуется и нанесет огромное количество грома, но вот если все же его контролить, то Гартеру урона не наносит. Но у него очень много денег, и он тоже в смятении, а что же приобретать, что же покупать в разных раскладах, что же потребует, что поможет ему наносить урона побольше. Я вообще уже начинаю подумывать о каких-то таких вот интересных раскладах о покупке вообще рефрешера на Свене. То есть просто перезаряжать БКБ, перезаряжать ГДС в драки, потому что драки у нас могут быть супер продолжительными, там второй и третьей волной наступает Сикрет. Если Свен будет драться дважды, заметьте, это будет круто. Ну, рефрешер, конечно, очень опционально, во-первых, это очень дорого. Ну, деньги не проблема, знаешь, что у Гартера денег тут реально хватает. Ой, на топе, ой, проблемы, Энви успевают уйти. Ну, так-то да, рефрешер, взять его в Курьер положить, ну, до этого лучше Сатаник. Сатаник так же бы не помешал. Сатаник, а потом, да, рефрешер, ну, саблю можно поменять в теории, взять что-то более полезное на дэмэдж, ну, посмотрим. Пока не меняется она, пока что Свен просто бегает с деньгами и думает, что же ему купить. Ну, а что может помочь Свену? Ну, конечно, в таких раскладах, в таких ситуациях очень помогают хиксы, когда они есть у твоих тиммейтов. Но чтобы контролить противника, держать его в дизыбле. Казалось бы, самым простым решением, но хиксов пока нет в составе продоты. Более того, там огромное количество различных линкен сфер, опять-таки, форстафы на сейф, есть лотус-от, ну, если так просто хиксить тоже не получится. Мои минусы, мои плюсы. Игры-то знают, как грамотно выбирать себе артефакт на первых. 20-27, 57-ая минута встречи. Правильной трансляции и Полярити в шаге от того, чтобы вылететь с этой самой квалификации, играя против Дени Шпирс. Должен смотри... Они уже вылетели. Они уже вылетели, да. Все, Полярити Дени Шпирсом проиграли. Ну, вот, опять же, проблема Best of 1. Что, а кто знает, было бы Best of 3, возможно, бы Полярити бы и победили, но... Вот как-то так наша СНГ-команда покидает турнир вслед за КБУ. Вот как-то так. А может быть, сегодня бы КБУ под Дени Шпирсом обыграло. Кто знает. Да, ну и вот он, слушай, Свен, у тебя аналитика великолепна. Это Рефрэшер. Не аппы, это Доминатор. И с Рефрэшером можно будет реально чудить. Надо, правда, взять Курьера себе второго и возить рядом в файте, чтобы он был, обязательно. Тогда будет прям вообще замечательно, но... Тут такой раз, знаешь, типа в драке. Ты там что-то подрался. Окей, пошло не так. Кого-то убили, кого-то не убили. Ты тут же помежаешь ТП на базу, меняешь один из своих слотов на Рефрэшер, Рефрэш, Рефрэш, Рефрэш тоже тоже рефрэшится. Опять выкладываешь себе, например, саблю и ложь в инвентарь, выкидываешь Рефрэшер поражатый и на тревелах возвращаешься в бой. Или на вторых тревелах, чтобы было бы намного эффектнее тиммейтов. Если сделать все это быстро, это можно несколько секунд продемонстрировать, такое я уже видел, выглядит очень эффектно и порой противник просто такого не ожидает. Когда Свен, только что потратишь и ГДС, и БКБ, внезапно влетает с еще одним ГДС, и с еще одним БКБ. Вот если замикрит, крамотно гардер может получиться. Конечно же, и вторые тревелы, желательно тоже приобрести. Так, ну что, смотрим. Опять-таки про Тота. По чужой половине поля. Как футболька сказали, та бегает по чужой территории, возле чужого. Секрет Шопа. Пытается кого-то найти, пока зафармили, видимо, нейтралов, но и сами Секрет тоже решили в разведку произвести. В разведку боем, что называется. А пасты все бегают под инвизами, конечно. Знаете, Сталкер в этом плане большой плюс, потому что он видит больше. Например, видит Пайлайт Дайв, который врывается. Тут же карта начинает его ступлять, Пухбей, хорошая реакция. Тут же Сагрил. Пытается контрить. Где же БКБ, где же БКБ. Карта продолжает нажимать БКБ. Теперь нужно кого-то бить, да, из БКБ. А бить некого. Все бегают в разные стороны. Катарта тоже бегает по иногу. Бегают и бегают. Здорово побегали. Он обрывается, получает власт. 0 урона с руки поднимает. Док сыграно. Дальше БКБшки. Артисий под ловили, как говоря, но есть сыро. Будет жить. Байбэкает тут же у нас Свен. Свен, репрешн, пожал. У него сейчас есть ГДС. Санстрайк. Очень близко, но все-таки Ворхула не попадает. Ну и по итогу снова все замечательно. Развели на байбэк, развели на репрешер. Гартер остается ни с тем, ни с другим. Энви врывается на Мастер Майда. А вот он и Гартер. Есть врыв от Гартера. Прыгает на Энви с танку. Энви получается. Энви очень больно. Энви у нас в 40 кмп живет. Энви. Бежать нет, не получится. Минус на Энви. Энви не имеет байбэка. Это очень важно. Проблема у Центрина Магомы. Магома живет. Прыгает Гартер дальше на Артизи. Артизи получает стал. Лутусорп очень круто сыгран от Купея. Есть Блаз. Есть Агар по двоям от Купея. Можно убить Магому. Магома минус. Гартер также очень сильно встревает. Гартер. Больно. Под касками. Гартер на 50 кп. Гартер минус. Гартер только-только делал байбэка. Байбэка больше не будет. Мастер Майнд один, по сути, против всех. Мастер Майнд замедлили. Врыв от Купея пошел Агар. Артизи выкастовывает Санстрайк. Есть Бочка, но Мастер Майнд не спасет. Поднимает себе Бьюл. Мастер Майнд получает кекс. Есть Вакуум по двоям от Дарксира. Коллснэп пошел по Микки. Микки нажимает блокенбар. Это уже минус 4 суммарно. Микки форстафует отсюда подальше. И ушел от Агры. Должен отсюда Микки уходить. Трой Трон спасать. Трой Трон спасать. Трой Трон горит. Опять, боже, Энви. Как он у меня начинает периодически так подбамбливать немного. Когда я вижу, когда персонаж покупает себе в таком лейте какой-нибудь артефакт. Умирает за два удара и не имеет байпэка. Вот Энви из такого разряда. Купил себе Скадди. Погиб от Свена. И чуть было не закинул игру. Благо команда соориентировалась. Очень быстро под контролем от всех персонажей. Отлично, опять-таки, я Агры откупею. Очень много за месяц живет. Много все делает Дарксира своими бластами. Это в итоге спасает. Да, но момент, конечно, был очень напряженный. Но и опять же, Сигрид, имейте в виду. Если файт какой-то затяжной. А если у нас файты только затяжные, то трон горит. И когда-то вполне возможно, что Свен после байбэка придет не в драку. А прилетит вот сюда, к вашему трону. И за ГДС его убьет. Нужно всегда это иметь в виду. Это очень опасно. Ну а пока хорошо. Секреты держатся. 61-й минута встречи у нас подходит к концу. Графики уже, в принципе, не отражают реальность того, что происходит. Здесь просто нужно смотреть тенденции. Выигрывать замес, еще чего. Пока Секреты чуть про лучше смотрятся все же. Но проблема, самое главное, что Свена байбэка не будет. А у Сларка этот байбэк скоро накопится. Потому что у него просто денег не хватает. А у Свена же там таймер висит на 4 минуты с половиной. Вот это вот главная беда для ПД. Сейчас Свена этого не отдать. А Свена файти раз-разом очень неплохо кайтит. Ну и появление Рошана также очень удачный для Секреты. Потому что Свена нет, Death Profit нет. Ну и Рошан халявный для Envy. Ну хотя возможно и не... Ну хотя Envy что можно? Выкладывать можно... Ммм... Кто бы ты выложил на месте Envy? Не знаю. Лебут нужно выкладывать вообще. Оставить деньги на байбэк и оставить Aegis на кого-то другого? Может быть я не знаю. Или ПТ вообще выложить, учитывая, что тему в спид уже нормальный и так. Ну посмотрим. Стояну все-таки убивают часто довольно-таки. Так, вот он Курьер прилетел. Видимо Aegis не ему поставится, да? Что-то артефакты здесь все нужны. Но это грамотно. То есть грамотно было сыграть, как я и предполагал. То есть он вставляет тебе деньги на байбэк и в драку он сможет вернуться. А тиммейтов, которые байбэком, например, отдать не будут. Или там култаун, или, например, очень уязвимо, им вот можно отдать сырой Aegis. В принципе, хорошая эта практика. И тут грамотно, так как я считаю, распорядили своими вот этими внезапно появившимися новыми ресурсами. Ну и подталкивать нижнюю линию, что же очень важно, чтобы она не надоедала в драке. Нужно ее отпушивать постоянно. Центр тоже, видимо, отбивает купей. А что будет делать про дота? Про дота, про дота. Что же вам делать? Эльферш откатился у Свена. Ну, соответственно, из-за того, что он тратил байбэк и умирал дважды, денег у него много не появилось. Фактов, соответственно, тоже. Мне пока эта игра нравится. Пусть она идет еще долго. Но, правда, пока дота получается очень интересной. Потому что мы с тобой вчера весь вечер молили, дайте нам доту, дайте нам интересную доту. Ее все не было и не было. Тут просто за все карты предыдущие вчерашние дота пошла. Ой-ой-ой, гартер, элевает. Его просто выкинуло из игры, надеюсь. Теперь же это не критично. Потому что момент вообще очень интересный. Учитывая, что Энви уже должен был спалиться. Его видно. Да, Энви Магома видят. И там очень близко находятся тиммейты. Ну, хотя как близко по ЛД? Не так уж и близко. Бульба имеется блинком, прыгнет. Ну, по Д лучше отсюда, конечно, улететь. Учитывая, что Свена нет. Свен дефит попросту базу. Просто уйдут. Я надеюсь. Я надеюсь, что файт от ПД не будет начинать. Учитывая, что шансов у них в таком случае просто нет. Ну, как одна из опций. Гардер может успеть купить себе тревела. Денег ему хватает. У него все равно кулдаун на байбеке. Поэтому нет смысла деньги держать. В целом, можно перернуться наверх к своему одному из своих тиммейтов. Например, на Мастер Майнд на голову прилететь. Придется драться, скорее всего, без... Кулдаун еще не хватает у нас. На Ораку. Да, но вот Ораку прилететь не сможет. Как-то вот 4 на 5. С другой стороны, там Сыра Эгис. Ну, наверное, конечно, лучше бы результат и лучший исход этого момента был бы для Продота. Это просто уйти. Но Магома, кажется, мне не уходит. Потому что там еще и Артизи. В Атазе может с любой дистанции сбить любое ТП за счет Торнадо. А Виженом обеспечит, так понимаю, Энви. Но тут все очень сложно. Тут непонятно. Все-таки надо понимать, что у Сигретов очень ограничен Вижен. Потому что ночь. И вот, видимо, как видит Энви. Совсем малый. Маленький обзор такой. Если я не ошибаюсь, что-то 7 из 5 лучше. У него сейчас обзор ночью. В то время как у Найт Сталкера, ну, 1800. Просто смотрите, вот сравните радиус Вижена. Да, и учитывая наличие Актарина, ночь считается бесконечная. Она никогда не заканчивается. Там кулдаун очень маленький между ночью. То есть длительность 50 секунд, а кулдаун 60 секунд, чтобы вы понимали. И, конечно, Секретом позиционку сохранить хорошую крайне тяжело. И врываться вот так вот в лайт. То есть они ничего не видят. Они даже не знают, что соперник там где-то находится. Это уже немалый плюс. Ну что, какая-то информация по-своему есть? Нет, информации нет. Надеемся, что все в порядке. Я сейчас прочекаю его профиль стима. Надеюсь, он по мнению. Тут всякое бывает. Но пока он не в сети две минуты. Надеюсь, опять же, все у него будет хорошо. Конечно, без Свена игру эту выиграть будет невероятно трудно. А вот такую вот игру закидывать или его так просто отдавать. Не факт, что подавыграют, но проиграть, потому что у тебя игрок просто левнул. Будет досадно. Есть у меня такое тоже еще мнение, что проблемы связаны не с тем, что не интернет проходит, что-то еще. А, по-моему, за парня активно взялись некоторые недоброжелатели. Агенты команды Сикрет? Агенты. Ну, может быть, не только Сикрет. Я думаю, что у Сикрет, я думаю, есть финансы, дабы, в принципе, соперника, который может их выбить из топового турнира за весь год. Ну, конечно, мы ничего не говорим, но ждем. Слушай, сегодняшний день мне нравится. Во-первых, матч шикарнейший, во-восьмой. Во-вторых, все будущие противники той или иной команды уже определены. В четвертьфинале Тим Тост, как я уже говорил, а в полуфинале уже ждут Тим Спирит. Мы их поздравляем. Ребята прошли и дошли до стадии Best of 3. В четвертьфинале преодолев команду Скрена, Скрин вылетел. Ну, вот, так что там Габлак настроен очень серьезно и полуфинале уже ждет. И наблюдает, я уверен, тоже. Артизи тут жалует, что за всю игру, где 200 секунд, наверное, уже был в Сайленте, на что отвечает Oracle, что, ну, такой челлендж у меня есть в компендиуме. Ну да, инвокера тут, конечно, подгнобили. Артизи не любят игру за игрой, любят его очень сильно убивать. Без исключений тут инвокер был подгноблен знатно. Огонь! Огонь, просто огонь. Да, преимущество, те говоря, уже большое. То есть, как здесь такое намекает. Особенно в тенденции, то, что последние драки про доту вообще в игре нет. Ну ладно, у нас пауза, и эта пауза может дозунуться на очень долгое-долгое время. Возможно, даже придется вмешаться админом каким-то образом. Пока информации нет. Ну, а мы вам можем посоветовать, дорогие друзья, просто в правильных трансляциях следить за тем, что происходит в этой квалификации. Что здесь все непросто. Здесь сенсация одна за другой поступает. В различные соцсети, да и вообще. Ну, я знаю, что нижняя часть сетки там тоже уже матчи стартовали. Дэниш Бирс будет играть против Тим Альтернет Атакс. Если помните, те поляков, и там, по брату играют. Ниша с Супримом, что-то такое. Вот, ребятки, которые часто играют опен-квалы. Против Датских Медведей, соответственно, команда ГЦ против L1. Но если L1, элемент 1, я более-менее знаю, где Лепрон, Мич и так далее, то вот команда ГЦ для меня в новинку. Присутствующих игроков я здесь не знаю. Я, по-моему, единственные ребята, которые остались и которые, ну, части ноунеймы. Конечно, про дота. Про дота все еще держится. Про дота все еще не вылетела. Про дота все еще остаются шансы. Все еще нет гартера в сети. К сожалению, надеюсь, что ближайший момент он появится, потому что уже прошло 5 минут. И я думаю, что по правилам пауз 10 минут. Да, говорит Магомо, что просто в Албании не лучший интернет. Возможно, и с этим связаны проблемы, но... Да, были у него проблемы уже два дня. Ну, надеемся, что все будет окей. Если что там, не знаю, какой-то компьютерный клуб бежать быстренько или что-то в этом роде. Но я думаю, что секреты подожду. Секреты не будут там отжимать паузу. Ну, это не их стиле. Возможно, если бы у кого-то кто-то из секреты бы лимнул, то ПД бы отжали паузу и искали бы играть. Ну, а так, секреты все-таки именитые игроки. Не, просто... И точно ничего не напишет и своим тиммейтам не позволит. Но где-то в твиттерочке потом Артизе выскажется. Я уверен, что он думает про паузу и про эти квалификации и обо всем на свете. Так что у нас здесь в игре действительно, пока капитан Пупан руководит командой, все порядки, никакой маршны и ничего такого. Он будет ждать. Сколько потребуется. Ну, конечно же, если пауза будет слишком затягиваться, то это никому не будет круто. И, возможно, уже отмены придется вмешаться. Да, и уже завтра, как я понимаю, начинается снова открытая квалификация. Итак, второй раунд. Все верно. Также в 12 по Москве, если я не ошибаюсь, сегодня еще можно регистрироваться. Регистрация вроде не закрыта, если не набралось внезапно. 1024 команды уже. И в 12 по Москве будут новые матчи, новая квалификация, новые битвы, новые сражения. По старыми именами, возможно, можно быть с именами еще некоторыми новыми. Но отчасти, я не знаю, мы, правда, сможем комментировать вторую квалификацию или нет. Мы-то завтра улетаем в Киев. Ты тоже, вроде, да, с тобой? Нет, я остаюсь дома. Меня не взяли. Шутки шутит, он тут сидит. Вот, и непонятно, кто у нас там будет освещать из квалификации, опен-квалификации вторые. Ну, может быть, мы из Киева попытаемся. Время у нас должно быть. Вот, такие вот расклады. Вот такой вот у нас план. Ну, прежде чем говорить о завтрашнем день, нужно поговорить о дне сегодняшнем. У нас третья трансляция, так понимаю, уже закрылась. Работы две теперь. Впоследствии останется только одна, где будет транслироваться гранд-финал. Не забывайте, дорогие друзья, что поздно вечером сегодня еще и Америка. Америка будет тоже играться. В вчерашнем игровом дне я вот не смотрел, но вроде как Evil Genius беспроблемно дошли до той восьмой. Вылетел вроде как, да? Матчами? Нет. Вылетел? Нет. Ну, вот дошли ЕГЭ, поэтому... Я спал. Ты, Рустам, извини. Мы с тобой везде не комментируем. Пришлось поспать. Слав. Я, конечно, мог попытаться. Ну да, там ЕГЭ у них все игры были по 20 минут. То есть никаких трудностей не составило. Ну, что неудивительно. Я думаю, сегодня может быть и будет. Но учитывая, что в Америке 200 команд, то там, в принципе, намного все проще. Я думаю, что Evil Genius конкретно в Америке, ну, должны проходить. То есть в Европе все трудно, в Америке там легко. Ладно. Игра продолжается, и Магома заметил Энви. Энви очень далеко. Энви сюда просто пошел один. Просто пошел один. Нажимает Shadow Dance, убегает. Ой, Энви. Ну, уникальная личность. Я удивляюсь. Просто удивляюсь его телодвижением. Это насколько нужно иметь вот эти вот круглые стальные, чтобы позволять тебе в такой игре на 63-й минуте идти просто под гир-3 против пяти героев противника, не имея поддержки за спиной. Это вот что должно руководить этим игроком. Это фантастический просто парень. Энви этот. Он, ну, не перестает нас радовать. Саймем в улыбе. Ну что, Гартер появился. Да, это здорово. Поэтому полным составом продолжится играть. Надеюсь, что у Гартера больше проблем с тернета не возникнет. Мы с вами до конца досмотрим эту карту все же. Тайминговая БКБ на 64-й. Между тем, появляется у Артизи. Возревая в его карьере та самая поздняя БКБ как-то вообще покупал. Ну, вынужден. Ну, опять же, БКБ в лейт-гейме это очень круто. Учить то, что оно будет и секунд. Медасик выкладывается. Так что Артизи хорош. Теперь его быстренько сфокусить не получится. Но, опять же, если они будут кастованы Лассо и проказ Свена. Вот тогда уж проказ Свена. Там три удара от Свена и Артизи погибнет. И будет Баби Рейдж в чате. Артизи тут... Главное, это БКБ вовремя нажать. И главное, не поставляться под Лассо. Потому что даже если ты нажмешь свой БКБ, Лассо это не спасет. Будет ли выход? Побегут ли ребята пятером искать кого-либо? Потому что, как видишь, ПД просто стоят на базе. Никуда они особо не выходят. На топе Сейсона в лесу. Слушай, слыши, ты видишь шпиона? Пусти, говорит, на базе. Парень вот такого шпиона в кустах. А этот парень не может зарешать. Если что, будем иметь в виду. Причина, почему Доминатор не апается, возможно. Одна из. А да, это причина, почему прудоты сидят на своей базе. Они готовы, если что, взорваться и прилететь куда-то, куда-то к Сикретам. Запасной план. Запасный план, он хороший. Потому что, ну, по сути, у ПД это хороший шанс быстренько закончить. Потому что очень много дэмэджа будет. Но там глиф 5 секунд. Но, опять же, это очень интересно. Агар, есть атаксы. Врыв на Найт Сталкера. Магома получает на хекс. Если по-моему тут димита Торакла, Магома спасают. Врыв от Гульбы. У Акопа 2 им есть. Магома очень много дэмэджа получает. Филипп Упей. Есть байбэк моментально от Сталкера. Гартер нажимает ультимейт. Упей. Минус. Погони будут идти дальше от ПД. Либо же нет. Нет, погони больше не будет. Но и по итогу могут сейчас Сикреты просто дождаться. Дождаться просто, когда ультимейт УПД закончится. И после этого пойти. Есть ветра. Гартер очень далеко заходит. Гартер ведь могут наказать. Есть и МП. Гартер нажимает блокенбар. Станчик кастуется. Пошли форстафы. Оракал. Ультимейт на Свена. На байбэк атакса есть. Врыв от Гартера. Артизи. Очень больно Артизи. Вы беляетесь. Неплохо. Пупей врыв на мастер-майда. Кекс на Магому. Магома. Вакуум подойма Дарксира. Дэмэджа маловато. Гартер. Что делать не может. А это Дезвард. Пошел Сифон от мастер-майда. На Пупей. Пупей под блокенбар. Ему наплевать. Есть Пупей Агр. На Гартера. Гартер очень больно. Гартер без байбэка. Гартер получает катки. Гартер минус удар. Слушай, байбэк откатился. Байбэк должен быть. Свена имеется байбэк. Пока не покупается. ЕМП. С мастер-майда Агрет. Мастер-майд. Один против всех. Получает пауз. Получает текс. Получает удар топором от Пупе. Минус 3. Минус 4 суммарно. Два байбэка пошли моментально. Свен имеет сервен прэшер. Пока его не нажимает. Гартер. Надо бы наверное все-таки юзнуть. Нет, не хочет. Дожидается пока откатится ультимейт. И БКБ. Нам не так уж много времени. Может быть все-таки план Капкан. Возможно. Кто его знает. Но байбэков-то уже минимальное количество. Осталось у Продоты. И Сигреты заходят на хайкрат. Немного попили Тир-3. Юзается Глиф. Немного нужно подождать. Позже вернуться. Ныряет Пупей. Хорошо. Макома можно запокусить. Он подставился в форстап. Вытягивает его поближе к себе. И тут же будут убивать. Шиво на шиво. Минусует Насталкером без байбэка. Дальше страйка будет продолжаться. Залетает далеко Энви. Систент Крис просто Тир-3. Майтермайнт Метал есть Госкептер. Ставит неплохой айс-фол. Пупей тоже рядом. В самстрайке. Все, Майтермайнт. Майтермайнт страдает. Сверху накрывает его. Он без байбэка. Сверх полетел. А Свен пошел рубить Трон. Свен пошел просто рубить Трон. Сикреты. Сверху убить Трон. Алло. О, отлично. Есть ТП. На КБ нажми, Гартер. Нажми же Блокенбар. Ну почему же так поздно? В КБ нажал только сейчас. И вот гоняют отсюда прочь. Гартеру надо бить Трон. Нет вариантов тут воевать. Вообще нет. Биг. 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 Не дадут. Не дадут. Ай-яй-яй. Не вышел план. План был стер. Там Гартер был пятер. И об этом плане мы с вами говорили. Ну а так сейчас погибли персонажи без байбэка. Вот четыре героя. На тех только Батрайдер. Поэтому секреты сюда, если переместятся, они имеют возможность просто снести Трон. Ну ошибся. Ошибся, Гартер. Он не нажал Блокенбар, когда пошли Каски. Пошли Каски. Там был станд. После этого Агр. Но мог выиграть очень много времени Свена. Там надо было ему времени. Ну, учитывая, что у Трона было 1300 хп, ну буквально секунды четыре бы хватило, учитывая наличие еще и сабли. Но по итогу, походу, это конец. И победа. Да, ну, интересно играли про дота. Тем не менее, их продолжает, конечно, как-то отбиваться. Но шансы минимальные. Просто наблюдает сейчас Гартер со своей базы, своей таверной, что падает у него рид тронга, рид три четыре. Поцепили еще и Майкет, последний был живший герой. Дал лазо, можно завести какой-то подван-дан, вот так вот. Ортизи грызть, 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 Ортизи. Ну, он просто останавливает. Флот в шок на себя. Самое главное, что Энди просто бьет трон. Посты. Да, минус Батрайдер. И трон падает. Тигреты смогли выиграть. Все-таки этот тяжелейший матч за 68 неполных минут. Вау, просто вау. Мне нет слов, потому что сказать особо нечего. Я думаю, что можно на этой ноте уйти на паузу. А может, тут после такой игры стоит отдохнуть. Ну, а секретом...